ребят всем привет это андрей гавриков и это очередные записки нумизмата сегодня традиционно традиционно подвожу итоги выполнения своей коллекции за неделю решила тут добить некоторые страны некоторые государства вот и параллельно выискивая по одной недостающей монеты попал попал настоящий водоворот покупок если можно так сказать на самом деле не конечно никаких недорогих покупок но на достаточно забавных особенно те кто смотрит мои ролики вы знаете мое отношение к монетам приднестровья но в итоге вот найдя одну редкую монету бангадеш которыми не хватало об этом еще дальше расскажу я обнаружил что этом продавца продаются монеты приднестровь там по 55 рублей штука всего лишь и подумал ладно все равно у меня там половина из них больше есть этих рублевых монет надо докупить по дешевке оставшиеся что в принципе я и сделал еще нет несколько недостающих нашел у другого продавца в общем в этом выпуске у меня будет повышенное содержание монет с плохим дизайном хотя на самом деле честно скажу одна из монет очень даже интересная по дизайну на удивление мне понравилось хорошо помимо этого будет еще много всякой разной ходячки интересной африки азии приехал даже одна редко достаточно индия вот в общем будет но достаточно интересно необычная монета погнали как ребят давайте начну с необычной покупки достаточно прикупил тут книгу у нас на юной коине появился раздел с древними японскими монетами там с 1600-х годов по 19 век и тоже есть китайские монеты знаете с дырочками но я решил на coins.so оставить отправить на атрибуцию монеты понять что там как у меня там конечно очень сложно в этом всем разбираться и это отдельная головная боль но вот по китаю мне посоветовали прикупить такую книгу она 69 года советской книги еще ведь советский художник ленинград 1969 год книга достаточно хорош по полиграфии к тому времени на тот момент и интересно с точки зрения чтения да там коллеги сказали купить ее чисто почитать даже интересно про то как зарождались все эти монетные дела в китае как чё с чем связано в общем такая даже еще и художественная литература достаточно интересную конечно же здесь есть огромное количество типов монет которые можно посмотреть изучить в общем буду развлекаться буду изучать буду смотреть для тех кто интересуется по цене слушайте мне надо стал досталась доставкой в 280 рублей она стоила что-то 190 что ли рублей рублей за 80 за 100 доставили мне в общем рублей за 300 и на мешке можно найти там сейчас продается подъявка даже у кого-то за 50 рублей кто-то сканировал продает вот здесь эти вот 50 рублей она стоила где-то на развале бумажном где эту книгу скупили но да она подклеена скотчем но меня собственно горит не особо волнует кого волнует чтобы там все было идеально но можете купить там за 1000 рублей в идеале продается эта книга вот меня волнует все-таки содержание в первую очередь а не обложка я вот такой человек хорошо давайте начну на самых таких недорогих монет и наименем изначены для моей коллекции но собираюсь чтобы тоже было как говорится детям досталось покупая приднестровья обнаружил в продаже вот недостающие две серии у меня монет оружие великой победы это то про что мы любим обсуждать тоже с коллегами в нашем закрытом чатике во вконтакте да это качество этих монет вот эти мешковые монеты все в микроцарапинах забоинах просто караул да то есть как так можно делать монеты не совершенно непонятно илюшин туполев так лавочкин опять я знаете школьником играл в игру ил-2 штурмовик это вот этот все эти самолета были насколько я помню логинов смотришь конечно это знаете без камеры еще не так видно эти царапки трещинки а здесь конечно когда ты смотришь на увеличение уже все это становится разуидным становится грустно як яковлев да друзья вам вопрос у меня смотрите к вам тем кто профессионально собирает отечественные монеты осуществует ли какие-то специальные выпуски без этих забоем без этих царапин для коллекционеров но кто прям серьезно заморачивается по нашей юбилейки какие-то пруфовские серии там не знаю что такого плана там напишите пожалуйста в комментариях интересно реально узнать можно ли быть удовлетворенным коллекционером современной юбилейки гернов маслов крейсер киров дизайн я подозреваю что дизайн от этих монет приднестровья это с одной школы дизайна если можно так назвать это место люди делали прилипла какая-то грязь к так и токарев туйский токарев т.т. это дело выглядит грусть-печаль смоточка на эти монеты становится совсем грустно у того же приднестровья как видите царапин таких нет но вот они повеселее выглядят ну наверное из-за того что маленькие тиражи с ними как-то более поаккуратнее так ну вот собственно говоря погнали давайте посмотрим свят вознесенский нового немецкий монастырь это он первая юбилейная монета рублевого них насколько я помню или нет могу ошибаться скорее все ошибаюсь там друг друг другая может быть это не суть вот такой рубрик есть следующий рубрик это герба городов террасполь повторюсь что по дизайну мне тоже совершенно нравятся на таки наукой не собирая по типу лишним счетом не будет так 60 лет первому спутнику тем более обнаружил их по 55-60 рублей за штук в продаже и вполне себе нормально а этот ведь первый полет человека в космос 55 лет фильм красная книга тут даже есть одна красивая монетка с дизайном покажу вам который мне нравится как она попадется год обезьяна как это у нас целковский терем они про космос черепаха болотная козерог у меня с наборов этих монет которые знаки зодиака краски там двух монет не хватало так преднестровской молдавской республика 25 лет знак рубля это черный аэст такая монетка это вот недостающий рак тут у меня двух этих не было гороскопических знаков так скажем так никольский собор террасполь грязь попала это у нас ландыш но вот еще у них есть 25 рублевые монеты 3 рублевые 3 еще стоит каких-то адекватных денег 25 рублевые просит какой-то космос там по 1000 рублей за монету это совсем-совсем смешно дубосара сами их покупать скорее всего не буду буду выменивать хотя там пару монет интересных есть на мой взгляд герба видите каменка так 10 лет референдуму в пмр григориополь бандеры серия гербов мемориал славы дубосарах кстати более-менее ничего композиции такая монета но не то конечно что хотелось бы от нумизматики вот ландыш мазьки а вот это наверное ландыш была то был не ландыш что-то другое то было это у нас что это было посмотрим это был подснежник снежный да эти ошибся не особо в цитах разбираюсь моя мама профессиональным сказала что это сразу так этот олимпиада в пиньянге 25 лет бандерской трагедии сандер показывайся серия космоса так мемориал славы в каменке получается интересно красивый монет под конец будет значит не специально так 25 лет таможенным органам пмр так вот это вот монетка относительно новой насколько я помню сто лет великой октябрьской социалистической революции или не по 17 год не она нет нет не это новая ошибся там там другая в них двадцатом году вышла в продажу уже есть это у них набор из трубы или три таких вот но и монета которую на мой взгляд самая красивая по дизайну необычную вот так вот она выглядит она называется промышленность потому что почему она красивый но потому что здесь вот какая-то такая картина изображена объемный мне это дело очень очень нравится то есть действительно хоть какая-то одна достойная монета есть в пмр на мой взгляд с точки зрения мизматики субъективной так давайте посмотрим здесь сразу говорю что часть монет я наменял часть купил что уже было куплено что было наменено уже так на скидку не скажу на отсмотрительную коине уже все упаковано подписано давайте посмотрим значит на самим монетам парагвай стогу арань 95 года такая вот интересная монетка у меня в коллекции не было хотя она достаточно часто у человека покупал там определенные монеты нужно для меня и он этом по дешевке по 50 по 60 рублей продавались такие монеты ванса из своей коллекции поэтому чужих тоже не прикупить было ли 100 и 5 ли цента 2006 года тоже в отличном сохране монетка такая маленькая малышка иран закрывая дырки не хватает мне это я вот покупал 50 реалов четвертого года там осталось на буквально несколько монет что всю ходячку собрать закрыть их так и вот так вот у нас оборотки выглядит хотел в этом году вот я щас ребят по идее должен был быть в иране планировал в апреле мая этого года туда лететь но облом так 250 реалов тоже у меня их не было седьмого года это один год выпуска этого типа 2007 года из 250 есть 500 если не ошибаюсь сейчас так 5 бутутов гамбия 71 года монетка вансов с маленькой точечкой правда но не смертельно так вот она выглядит красиво достаточно бацвана алюминиевый один тэбя 76 год в таком вот отличном сохране все тоже аман 25 байс восьмой год так и аман 5 байс 97 год у них дизайн одинаковый у всех этих амановских монет но ничего страшного так тринидад табага 5 центов 71 года знаете мне очень нравятся эти монеты когда у них сходит блеск вот этот цвет который естественно приобретают у великобританских монет очень много таких у британских монет да там сидите пенни и прочее очень приятный цвет такой так турецкая лира одна достаточно толстенькая такая восемьдесят первого года он на не было у меня ее ругай 2 синтисима семьдесят восьмого года человек коллекцию распродает я у него там по 50 по 70 рублей прикупил в таком отличном сохране монета так 10 синтисима семь шестого года на юкой не покупал очень удобно ты смотришь человека что есть чего не в той коллекции так и вот молдова 5 лет 17 года я вместе с преднестровым покупал в том же интернет-магазине вот у меня их не было теперь тоже вся молдова собран даже там редкий рубль у меня и 55 рублей там или как не рублей 5 лей начало 90-х у меня есть там длинная история с тем как я менялась как меня там продавец облапошил ну не продавец человек с молдовы с кем менялся ну ладно это уже было давно года три назад четыре кто было помянет тому как говорится глаз вон так южная африка как вы знаете я собираю тоже эти монеты они разные по типу каждый год разные монеты практически уходят потому что в южной африке много языков здесь видите написано с этой стороны афорика борва у них на каждой монетке будь то 10 центов сейчас 50 центов примерно покажу у них разные надписи вот смотрите 50 центов шестнадцатого года здесь у них написано sweet африка африка видите не афорика африка уже борва это тринадцатый год монеты идет здесь написано не sweet африка south африка и африка дзонга то есть на каждый год у них идут разные надписи у них вот это есть язык африканс как-то там свое еще это называется в общем огромное количество типов именно регулярных монет вот это наверно то то где я отрываюсь внутренней потребности собирать монеты по годам вот два ранды юбилейных четырнадцатого года вот так вот это я выменял отлично сохраним и вот пять рандов шестого года здесь вот написано south africa афорика борва видите написано афорика а это пять рандов уже пятнадцатого года свеженький хорошее состояние xf здесь уже огромное количество надписей афурика 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 шипембе я даже не выговорю нинзи нингизиму африка вот так вот то есть это вот все на местных этих диалектах языках все написано следующая моя покупка радость большая вот эти вот три монеты это три дырочки которые у меня были в коллекциях монет объединенных арабских эмиратов у одного продавца посчастливилось это найти у него по моему еще в одном в одном количестве осталось этих монет это самые мелкие номиналы один филс восемнадцатого года это год тип только в этом году они выпускались вот такая вот замечательная монетка это пять филс восемнадцатого года тоже год тип здесь рыбеха такая и десять филс но они семнадцатый и восемнадцатый год выпускались у продавца семнадцатый то есть вот у него они из ролика прям вообще просто в идеальном состоянии я как увидел так сразу же это купил все закрыл дырку теперь у меня эмираты собраны все собственно говоря типы монет которые есть но я вот в основном все что сейчас при покупаю такая для того чтобы закрыть дырки если помните меня был видеоролик про монеты бангладеш я говорю что у меня собрана вся коллекция но тут произошло обновление на юкоина оказалось что вся да не вся казалось что есть монету которых немного другой герб здесь видите так а 2013 года у нее герб такой наполненный вот этот листья в общем он объемный не контуры нарисованы а вот он объем на это две таки тринадцатого года у меня их не было как раз покупал в том магазине где обнаружилось это приднестровье оружие великой победы чтобы не гонять ради одной монеты доставку там за 200 рублей взял еще прикупил тех манер вот и девяносто шестой год 5 так девяносто шестого года вот таком шикарнейшем сохранение обнаружил здесь тоже смотрите вот здесь ведь объемные листья эти ну вот теперь я могу сказать что до бангладеш у меня опять могу сказать что бангладеш у меня собраны все монеты по типу так вот еще дырочки закрывала значит маврикий один цент восемьдесят седьмого года такого шикарнейшем сохраняю вот и 10 трупе маврикий шестнадцатого года ванца ну тоже с микроцарапками такой же металл как наши монеты судя по всему вот маврикий теперь у меня собран весь весь по типу тоже и постепенно я иду к закрытию ребят малави малави там их могуч монет достаточно интересно продается этот и биметалл шестого года это 5 квач они достаточно тяжелые достаточно объемные такие монетки приятная частности вот 10 квач и держишь они прям таки увидеть как то толстая но через холдер он торчит как 10 квач 16 года шестого года прошу прощения такая замечательная монетка ну и жемчужина всего пополнения сегодняшнего это конечно же моя замечательная индия мое княжество это кач один док до в состоянии он циркуле и тут еще в остатке блеска есть идеально центрованная просто просто идеально центрованная вот у продавца я купил еще одну монету но она оказалась та которую меня уже есть сейчас буду возвращать вместо нее другой пришлют еще прикупил него вот это вот 4 кэш 4 кэш траванкора но у меня они есть это тип он продается писал что 906 год а эти 906 это 30-х годов монет который у меня уже была по весу не подходит поэтому ее возвращаю и в итоге у продавца прикупил только вот эту монету вот как то так традиционно в комментариях пишите те монеты которые вам больше всего понравились но вот из этой большой подборки сегодняшний у меня конечно номер один это кач моя индия любимая замечательная и бангладеш вот эти вот неожиданно появившиеся типа которых мне до этого в коллекции не было как то так ладно друзья все пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал на неделе выпущу видео про какой-нибудь полный набор монет у меня закончились видео с путешествий поэтому сейчас я буду возвращаться к тому чтобы публиковать не только еженедельное пополнение своей но и полноценную же коллекция которые собраны попытаюсь вас чем-нибудь удивить интересно все всем спасибо пока пока на связи